Всем привет! Сегодня не совсем обычное видео для моего канала. Хочу представить вам двое тактических брюк. Одни и вторые. Эти брюки были придуманы, спроектированы, выкроены и сшиты лично мной. Ну за какой-то небольшой период. То есть это сшило их еще летом. Потому что не нашел нормальных вариантов вообще брюк. А если подобные брюки, готовые их фирм, подходили наиболее близко к моим требованиям, то они стоили каких-то нереальных денег. Поэтому я решил сшить себе брюки. Давайте начнем вот с этих вот черных брюк. Давайте сразу по стоимости. Значит ткань здесь рип-стоп, как видите, черного цвета. Покупалась мной в обычном магазине ткани по 330 рублей за метр. То есть здесь 2 метра на брюки у меня ушло 660 рублей. Ткань, ну и плюс вся мелочевка нитки, замки, пуговица, там велкро. Ну не более, не знаю, мне кажется, 50 рублей. Итого брюки обошлись мне вот эти вот в не больше 700 рублей. Ну не считая моей работы. Вторые брюки вообще можно сказать дешевые, потому что я купил остатки ткани. Это какая-то несмесовая ткань. Здесь полиэстер и нейлон, может быть хлопок немного. Ну такая хорошая плотная ткань. 2,40 остаток ткани я купил за 200 рублей. Да, за 200 рублей. Ну и эти брюки вообще получились очень дешевые. Давайте же к дизайну. С чего же, что же мне не хватало в обычных брюках, которые уже имеются. Ну, как бы не все и у меня идеально. Первые два блина пусть не комом, но не совсем ровные. По дизайну, как бы они максимально приближаются к тому, что мне нужно. Но по исполнению пока что оставляю желать лучшего. Сверху широкий пояс на пуговице, замок. Здесь все нормально. Как обычно, шлейки широкие, то есть входит армейская портупея, ну то есть которая офицерский ремень, не солдатский, а военный офицерский ремень, который я люблю носить. Карман сделан таким образом, то есть не как просто на угол, как у обычных брюк. Так, не видно. Как у классики. И не как у джинсов полукругом. А ну так делают многие, как бы, тактические штаны, чтобы здесь нож хорошо сидел. Так, чтобы нож было удобно на карман. Садить, снимать. И здесь он комфортно располагался. Здесь, по идее, еще бы сделать усиление. Из второй ткани. Либо более плотной ткани, типа кордуры. Но пока что не сделал. И первые штаны я шил. Вернее, получилось не совсем то, как я задумал. Потому что подвергался постоянно влиянию моего, так скажем, учителя по шитью. Да, как бы я не самоучка. Я обучался шитью. Пару месяцев, наверное. Или месяц вообще. Нет, три месяца. И вот, как бы, под влиянием учителя. Я говорю, я хочу так. А он говорит, нет, надо так. Ну, ладно. Дальше. Карманы симметричные. С боков имеются такие вот петельки для подвеса чего-либо. Справа и слева. Они в боковом шве. Так, ну, давайте. Сбоку имеется большой, так называемый, карман-портфель. Ну, он получился слишком большой. То есть, мне такие не нужны. То есть, здесь, наверное, 20 на 25. То есть, вот здесь вот мой учитель говорит, надо так. Ну, ладно. Так. В штанине сделаны вот такие вот, на уровне колена, сделаны вот такие вот защипы, чтобы когда мы приседаем или поднимаем ногу, то есть, сгибаем в колени, чтобы здесь ткани было больше, чтобы не вытягивалось. Внизу сделаны две утяжки, то есть, чтобы можно было затягивать. Так, ну и главное. Так, сзади. Так, сзади. Здесь, так называемая, кокетка. То есть, отрезной. Отрезная часть. И в них сделаны задние карманы на липучке Velcro. То есть, ну, достаточно удобно. Задними карманами я не часто пользуюсь, но какую-то мелочевку туда положить. То есть, деньги, еще что-то иногда можно. В задней части, части, наверное, седалища это называется, сделано усиление. То есть, видите, по кругу пришито. То есть, там, где мы садимся, опять же, второй слой ткани. Ну, чтобы сделать брюки более прочными. Ну и здесь вот соединения все достаточно прочные. Так, а теперь небольшие фишки. Мои. То есть, здесь Всего в этих брюках 8 карманов. И вот эти вот боковые карманы на Velcro. То есть, в частности, вот этот делался под городской фикс. Ну, допустим, вот этот. То есть, чтобы он вот здесь вот так размещался и не мешал. Был в свободном доступе. Получается, на боковой стороне. Легко вынимать, легко класть. С противоположной стороны есть подобный карман. Но у него верхний верхний клапан чуть меньше. Он сделан вот для этого моего мини-DC набора. То есть, это подцепляется вот сюда, на эту шлейку. И это все кладется сюда. Вот так вот. Ну и удобно, комфортно там располагается. Также открыли. Что нужно, достали. Положили. Так. Это первые брюки. Давайте ко вторым брюкам. Первые брюки. Я шил достаточно широкие. Вторые уже более такие нормальные. Здесь я сделал их отделка белой строчкой двойной, наподобие джинсов. Ну, мне так понравилось. Так. Здесь пояс ну, такой же ширины. Ну, здесь исполнение чуть хуже. Я их шил уже быстро, потому что нужно было сдавать работу. Шлейки здесь, как видите, широкие. То есть, по всему поясу здесь их пять. на предыдущих брюках их шесть. То есть, как в джинсах. Здесь я решил сделать ну, вот так вот широкие. Хватило пяти. Также пуговица, замок. Здесь карманы передние сделал накладные. Ну, мне так захотелось попробовать что-то новое. Здесь также нож удобно складной размещается. с краю не мешает. Хорошо сидит, хорошо снимается. Так. По коленям здесь уже сделаны два защипа, так скажем. Ну, это немножко по-другому просто. Что здесь как бы такой колено чуть-чуть топорщится. Ну, это было сделано специально. Возможно сделать даже здесь второй слой. Ну, чтобы брюки были тактическими. Так. Сзади здесь карманы самые обычные, джинсовые, накладные. Также по бокам эти вот петельки. Ну, и вышивка. Мойник ютубовский Адрон. Так. И здесь карманы сделаны слегка по-другому. Не симметрично. на правой ноге. То есть уже не на боковом шве, а получается чуть впереди сделан карман для мобильного телефона. Ну, сейчас я на него снимаю, но вот чехол таких же размеров. Карман плоский, то есть без объема. И в него идеально заходит телефон, не болтается. очень удобно. То есть шился карман именно для телефона. С левой стороны, но уже не спереди, а именно на боковой части брючины, карман под мои документы. То есть если в этом кармане он был очень большой, то есть документы болтались, это было очень неудобно, то здесь я уже вымерял конкретно под вот эти вот мои документы. они сюда хорошо легко помещаются, карман с объемом, как видите. Сейчас брюки немного мятые, поэтому на себе делать это очень удобно, нежели просто на брюках. И никуда не болтается, очень удобно лежит. Все очень хорошо. Так, с левой стороны опять же карманчик подобный для моего мини EDC. Сейчас с тех пор, когда я шил эти брюки, мой EDC чуть-чуть пополнился еще на вот эту капсулу с таблетками, поэтому ходит чуть хуже. Ну, это все понятно. Задачи меняются, брюки тоже меняются. И с правой стороны тоже рядом с боковым швом получается карман внутренний прорезной, опять же, для OTA EDC-FIX. вот так он открытый торчит. Делалось не только под этот нож, делалось еще под изулу, но размеры подбирал примерно, чтобы они входили. То есть, здесь вообще идеально, торчать будет только веревочка, ну и темлячок. При желании темлячок тоже можно спрятать, достается очень удобно. Вот такие вот карманы, то есть, вообще у меня в планах было сшить, ну не то, что коллекцию брюк, но несколько вариантов, потому что сейчас есть еще идеи, еще более усовершенствованные по карманам, то есть, ну главное здесь это наличие разных карманов, а здесь усиление, я как бы не стал делать. Вообще планируется в дальнейшем, только не знаю когда, сшить различные брюки и может быть даже сшить на заказ. Сейчас, друзья мои, не просите пока что сшить на заказ, потому что у меня нету временно машинки, была, но сейчас пришлось ее отдать, я брал ее в пользование. Сейчас мне пока не на чем сшить, ну и пока, если честно, не до этого. Исполнение у брюка, как я уже говорю, совсем не идеальное, то есть, вы видите, косички, мне это самому не нравится, мастерство нужно и практику увеличивать, но как варианты дизайна, то есть, если кто-то шьет, Сергей Боговик, знаю, шьет, сам работает на швенопроизводстве, если не ошибаюсь, то вот как вариант, то есть, такое расположение карманов очень даже удобно. Опять прервал звонок, ничего страшного, в принципе, я все уже показал, рассказал, как по мне, так, я таких вот, такого расположения карманов нигде, ни у кого не видел, по мне, вполне интересно, кто будет шить, пользуйтесь, хотелось бы также, чтобы производители как-нибудь тоже разнообразили свои модельные ряды, а не штамповали одно и то же. Спасибо за внимание, всем пока.